я сел прямо вот так вот и сказал господи ты знаешь мне с тобой сейчас не по пути я думаю у многих из вас найдется общее с тем что прошел этот молодой человек человек который живет в призвании в некотором отношении брак церковный то брак по расчету только по расчету с точки зрения описания да были побелийскому расчетам в нашей программе сегодня встреча с владом юртовым человеком с интересной яркой судьбой я думаю у многих из вас найдется общее с тем что прошел этот молодой человек человек который живет в призвании и сейчас он является ведущим радио teos ведущим двух программ он действующий пастырь служитель отец муж и так далее и для того чтобы мы могли задать наши вопросы вопросы о спасении вопросы о семье мы прямо переходим представление нашего гостя влад рада вас приветствовать я вас тоже рада что вы молодой энергичный и хотел вас попросить расскажите пожалуйста как вы пришли к богу чем это для вас было что вы пережили когда вы пришли к богу и вот каков был ваш путь общения и познания бога и себя но все началось в детстве скорее можно сказать что я пришел к богу в два этапа как это ни никто считает что можно в один это пройти куда у меня было два этапа таких с большим большим разрывом в моем детстве в 90-х годах в девяносто первом году по телевизору начали показывать такие мультики интересные их дело миссия эммануил летающий дом да и супер книга который я очень сразу полюбил не знаю почему вот прям сразу я полюбил их и смотрел бежал каждые выходные когда они ходили шли по телевизору смотрели смотрел их и там практически после каждого мультика добрая добрая женщина предлагала прочитать молитву покаяния и в какой-то из этих раз я это сделал я прочитал молитву покаяния но помимо этого там предлагали пройти такую детскую библейскую школу нужно было написать им письмо тебе приходили домой уроки который ты выполнял записывал ответы тщательно да потом отцел обратно и такая заочная библейская школа детская которую я и прошел с большим интересом и как-то вот сразу поверил в ту идею которая там была представлена даже не знаю что больше меня привлекло иисус как бог или иисус как друг но что-то сразу вот ну может вся картинка которую там показывали да она вызвала во мне такой живой отклик я вообще в принципе не помню себя неверующим человеком не помню ни разу сколько вам было лет когда это вот от 10 11 лет до началась эта история я не помню себя неверующим человеком и просто когда я все эти мультики все эти библейские уроки увидел наверно у меня просто книг там пазл сложился на то есть мое внутреннее интуитивное понимание того как мир устроен до встретилась ну за словом да со словом и обрел такой но обрелом картинку до такую трехмерную в моей жизни ну вот так что все началось этих мультиков а потом в почтовый ящик бросили приглашение на евангелизацию которая проходила в скака который сейчас разрушился да у нас санкт-петербурге разрушили его для меня такое сакральное место важное да вот и я пришел на первую евангелизацию потом на вторую на третью на четвертую 10 лет на ребенок ходил на шестую да на седьмую я даже не знаю сколько штуках у меня их было но целая пачка у меня было на алзаветов дома который я для каждого похода да да там выдавали на входе каждому новый завет с таким такой пшеницей на на обложке новый завет и какую-то книгу который написал сам билиш догерти такая маленькая брошюрка и вот они у меня как пили скопились копились в какой-то момент мама просто все это увидела все эти книги умеет откуда я и рассказал что я езжу на евангелизацию а это будет фактически другой конец города для меня и однажды она поехала со мной со мной с моим другом они поехали и как-то она там побывала что-то я тоже коснулась у нее тоже будет такой живой отклик поэтому можно сказать что моя мама тоже в этот момент ну по крайней мере может быть не стала верующей но что-то в ней начало происходить вот и потом они уехали эти ребята через какое-то время приехали снова но там уже в таком расширенном составе я тоже порочку посетил но спустя время они уехали я остался фактически один мой путь с богом он тем не менее продолжился вот этот задел который был он продолжился но я рос взрослел потребности какие-то у меня увеличивались опять же 90-е годы когда не было ничего да буквально я помню момент когда мы ели полгода пшеную кашу всей семьей вместе с собакой с нашей только мы ели ее там то с жареным луком то жаренными шкварками да наша собака без всего этого не было просто между хозяев да не было то что не было денег деньги ты были не было продуктов в магазина да был такой момент я очень хорошо и помню а тут все стало появляться да как она помните шоколадки там но все вот это да естественно тебе всего этого хочется она это все нужны деньги и появлялись возможности эти деньги либо честно заработать либо не очень честно и вся в эта жизнь плюс ко мне приехал мой дядя который решил меня устроить там бизнес-школу одну видев там но он тоже занимался бизнесом только другой стране и увидев там какой-то мой потенциал он решил повлиять на моих родителей забрать их у меня у них и отправить меня там в ригу в одну бизнес-школу все это как-то повлияло таким образом что жизнь тебя там засасывала буквально до анти засасывал искусством встречи бизнес но вообще в принципе да вот эта жизнь двойная такая у меня была какой-то период музыкальная школа театральная студия в которой я занимался спорт улица дворы во время как ну ты должен был по соответствовать тому обществу в котором ты находился то есть либо ты мальчик для битья либо ты тот кто это делает все это в совокупности влияло на меня и в какой-то момент я понял что за богом следовать я не могу во-первых потому что я не соответствую до моральным критериям да во вторых чем больше я этой литературы христианской читала на вся была аскетическая православная монашеская другой в просто в церквях не продавалась православных тогда не было ничего там как сейчас да и были только техники которые были написаны ранее и они все были написаны монахами основном я видел что чтобы быть с богом я должен вот делать просто практике все-таки 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 этот ужас претворять в жизнь ужас потому что он мгновенно для тебя закрывал реальную жизнь просто мгновенно закрывал ты не мог не думать не общаться нормально ну да 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 и у меня не было наставников к сожалению то есть они у меня не появились и в православной церкви я приходил в церковь меня там видели знали но даже там не появилась у меня ни одного человека который мог бы меня взять там под крыло предположим и просто хотя бы подсказывать куда идти и может быть оберегать меня от каких-то проблем и в итоге вы приняли решение да я очень хорошо помню этот день я сел прямо вот так вот и сказал господи ты знаешь мне с тобой сейчас не по пути не по пути потому что у меня вот такая жизнь передо мной открывается а я не могу делать все вот то что ты мне заставляешь делать и я сказал наверно немножко попозже наверное немножко попозже все книжки я спрятал в дальний ящик шкаф а потом и выкинул их кроме библии и фактически в тот момент это был такой сознательный добровольный уход от бога в обычную жизнь вам было 16 до пример 16 17 лет шестнадцать шестнадцать да да и это же был возраст когда впервые пошел на работу получив паспорт и в общем все жизнь свитом понеслась понеслась и закрутила меня да и с собой стало представлять ваша жизнь о довольно удачно все складывалось видимо потому что я был достаточно открытым человеком и коммуникабельным вот та стезя в которую я вступил до на который я вступил торговлю продажи как-то у меня все хорошо пошло я любил этим заниматься продажам да я хотел в этом развиваться я развивался в этом читая какую-то дополнительную литературу тренинги приходя и в общем то на самом деле жизнь моя была очень яркой прям очень яркой и достаточно быстро я пришел к высоким заработкам ну то есть например там в 19 лет я зарабатывал в пять раз больше чем мой мой папа который был в тот момент техническим директором топливной компании до в санкт-петербурге конечно рестораны клубы ночные алкоголь наркотики все это стало появляться безусловно но не привело к тому что в 19 лет я женился в 19 лет я женился это был брак без благословения был против всех все родственники мои были против абсолютно все родственники были против этого брака только один я у меня совершенно просто абсолютно срала крышу проведет этой девушке который я увидел в метро и я сделал предложение по он там через пару часов после знакомства что ты будешь моей женой не сказал пожениться только через год но тем не менее и наш брак также развалился 19 лет мы поженились на и в 22 года мы уже расстались в этот момент я собирался уезжать в австралию напомню же переезжать я очень хотел жить в этой стране в мельбурне но мы расстались я не уехал потому что это означало бы в том числе и потерю общения с моим сыном я должен был там пять лет сидеть в австралии не выезжая никуда вообще в этом браке родился до 20 и буквально вот мне 20 лет исполнилось через месяц родился мой старший сын артур то есть ему уже в этом году 20 лет но я должен был куда-то уехать я уехал в москву потому что и ну был был в планах хоть куда-то уехать на раз не в австралию то в москву я уехал в москву пытался там начать жизнь сначала там с чистого листа буквально бросив весь прошлый бизнес и попытаюсь там чем-то новым заняться но в тот момент уже наверное я количество алкоголя в моей жизни стало возрастать надо зашкаливать я уже пил очень много и в итоге все это привело к тому что даже познакомившись там с девушкой начав с ней встречаться и поженившись на ней и у нас родился сын это как-то все не остановило меня а наоборот после рождения своего второго ребенка я стал еще больше пить просто какие-то каждый день минимум там 200 грамм я в этом водки выпивал каждый день каждый день каждый день после работы были довольно молодой человек принципе 25-26 не могли остановиться уже сами хотел остановить или или не на самом деле не хотел потому что чувство опьянения мне нравилось этот кайф который ты испытываешь такой легкая да вот это эйфория эйфория какая-то да нам меня привлекало поэтому на самом-то деле не хотелось не хотелось нисколько и это стало уже отражаться на моей работе потому что ты не можешь адекватно зарабатывать работать на будучи в таком состоянии что же вас привело к богу обратно в какой-то момент я решил устроиться на работу я жил скажем так такой жизнью мне особо не нужны были деньги они у меня были ежемесячно без всяких там особо зарабатывать то есть у меня был минимум денег скажем так такой стабильный мой доход который позволял мне не работаю тем не менее его иметь и ибо или пить и пить на эти деньги в какой-то момент я решил устроиться на работу чтобы просто это было таким поддерживающим контекстом для того чтобы взять себя в руки я остался на работу и там только просто у меня появились дополнительные собутыльники с которыми я пил 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 и видим этом деградация моя уже она так прогрессировала настолько что в какой-то момент просто я ушел из дома ушел с работы и не вернулся никуда жил на улице полтора два месяца спал на чердаках на крыше у собутыльников покупал кому-то на улице водку только что познакомившись с человеком чтобы он там пил а я у него спал дома в этот момент как она же была квартира до эту квартиру квартира была мне не жил потом мы вообще сдали потом вот и два месяца примерно я жил где придется и фактически у меня уже была белая горячка не один раз галлюцинации слуховые зрительные я совершал уже преступление могу уголовные состояние алкогольного пения не соображая нападали на кому-то ну один раз ну да я не буду в подробности входить да но в состоянии алкогольного пьяни не понимаю что я делаю я совершал алкогольное преступление даже думал как будет обидно если меня посадят а я даже не буду знать за что вот так он да потому что я тоже такое дно падения даже вас подтолкнуло выйти однажды я узнал о том что рядом с моим с мостом месте местом где я чаще всего время проводил там какие-то люди кормят бездомных людей какие-то христиане ну вот я узнал об этом но как-то подумал может быть если у меня как-нибудь не будет денег я пойду поем туда и какой-то момент я проснулся у меня была водка но не было закуски а деньги даже были бы только вечером я вспомнил что в этот день там кормление я пошел туда выпил закусить не нужно было пошел туда и подошел ко мне молодой человек с предложением поехать в центр реабилитации я сказал да и поеду прям поехали прямо сейчас я уже понимал что вот возможно я просто состоянии белой горячки могу даже спрыгнуть с крыши дома или что-нибудь еще сделать или убить кого-нибудь или меня посадят это был просто ну какой-то край он мне предложил я согласился поехать на на реабилитацию через неделю я был уже там ну и собственно говоря с этого началась как бы новая новая новый этап на жизни и надо сказать что на данный момент всего сколько лет спустя на самом-то деле немного 7 лет 7 лет спустя вы являетесь пастором баптистской церкви восстановилась ваша семья вы родилась дочка родилась дочка еще дочка являетесь ведущим программы радио тэлс вот таким стало ваше возрождение ну она более драматичным и интересным там было но боюсь что программы не хватит чтобы сказать там была настоящая встреча с богом до настоящее такое событие которое я именно увидел бога своим внутренним взором и это дало мне основание наверное сказать что вы теперь моя будущая жизнь она точно совершенно будет каким-то образом связано со служением богу и церкви в каком виде я еще не плохо себе но представляла на но точно она будет идти в это направление другого пути уже просто меня не было бог не не оставил шанса никакого сказать ему нет тогда то есть ваш путь вот это чтение библии молитвы там 8 часов минимум ежедневно на протяжении там двух или трех месяцев он привел к такой внутренней встречи с богом и приобретать преображению такому посвящению себя встреча с богом произошла чуть раньше там через месяц примерно после моего нахождения на на реабилитации а потом просто ты в этом состоянии утверждаешься ну или не утверждаешься по разуму происходит с людьми и сейчас вы вот спустя семь лет уже примерно три года как рукоположенную рукоположенный пастор и находитесь в служении и вот наш второй вопрос он связан с семьей на самом деле у вас бурная жизнь вы откровенно поделились что были дважды женаты даже трижды да получается поделились за кадром трижды то есть ваша ваши два последних брака были связаны с одной и той же женщиной и они продолжаются эта семья расскажите пожалуйста что вы поняли вот сейчас и чему вы наставляете своих сыновей своих детей вот в том как правильно созидать семью если у вас такой опыт да вы знаете у нас у нас по крайней мере в нашем в нашей динаминации есть такая практика и ее многие сегодняшние молодые люди не принимают ввиду там своего индивидуализма до этого постмодернизма в котором мы живем но практика которая весьма и весьма способствует созиданию здоровой семьи это предбрачные консультации да когда человек который желает выйти замуж или жениться он делает это не сам по себе не в тайне до от всех согласую свое желание и свое стремление с церковью своим там пастором предположим диаконом и со своими родителями потому что вот мой первый опыт неудачного брака когда я был там вне бога вне церкви он собственно и показывает да вот яркую ошибку когда человек принимает решение самостоятельно под чувствами под страстью не обращая внимания на мнение других людей которые эту ситуацию видят со стороны без вот этой страсти а только исключительно анализируя то что то что они видят перед собой да и у нас такая практика есть это предбрачные консультации поэтому безусловно я рекомендую каждому человеку который хочет связать свою жизнь с кем-то не думать что то решение которое он примет самостоятельно будет верным скорее всего и часто это это решение оно неверное если принимается быстро под чуму под действием чувств и у меня такая же такой же опыт будет чуть ли не ошибку я совершил когда уже я пытался добиться восстановление отношений со своей семьей когда я очень сильно устал от непоняток потому что она кто давала мне авансы как и мне казалось которые помогали мне понять ну подумать что она готова снова замуж за меня выйти то меня отталкивала вы считаете про вторую да про вторую супруга то опять авансы то отталкивая настолько сильно устал и тут мне попалась под руки девушка которая была христианка верующий с ним можно было классом почему-то поговорить два часа мы там не знаю я столько в увлекся этим человеком именно увлекся что меня даже это испугало испугало я к своему пастору подошел сказал мне кажется что я на этом просто весна и гормоны и угар скорее всего да давай мы паузу возьмем там вообще не вашим полгода да вообще не общайтесь с ней совсем и уже я согласился с этим и буквально через две недели я понял что он прав я был прав и я и он был прав что это только страсть все эмоции пошли на спад вообще да они просто пропали и как будто бы их не было да ну вот и все-таки я продолжу пытаться восстановить свои отношения с семьей семью мы часто думаем что семья это наше личное дело нет это не наше личное дело или ну не только наше личное дело это та вещь которую осветил господь бог да и когда мы находимся в церкви когда мы часть церкви церковь наша семья это семейное дело вы все-таки нашли свою церковь нашли свою семью но что важно да да уже ваш первый рассказ он как раз заключался в том что вы искали такой покров искали взаимоотношение правильное наставничество и вы не находили находил на и и и вот как бы после репцентра получается ну я не знаю как но вы такие ваши пути направились вот вы нашли такие взаимоотношения вот созидательное правильно да да для меня сегодня церковь вообще в принципе не только моя церковь а церковь как но как феномен да как институт это всегда то что является семьей для тебя как части церкви и это ну как мы говорим как в писании написано да это невеста христа поэтому в любом случае наши семейные отношения это нет это не совсем то что об этом думают светские люди скажем да как просто некий там партнерские отношения или или просто тебе комфортен человек и ты с ним решился на отношения время провести ну да 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 сейчас уже просто ставятся такие но как бы рамки нет это там какой-то период и так далее но в моем в моем понимании и мне кажется ты вполне себе библейское понимание церковь и семья это немножко более серьезная вещь это то что опять же я повторюсь бог осветил это та вещь которую ты скоту который ты не можешь относиться а бы как в некотором отношении брак церковный то брак по расчету только по расчету с точки зрения описания до библейскому расчету и в этом это и когда ты к этому браку относишься серьезно да спать с полным пониманием свои будущие ответственности ответственности твоего супруга в том числе что вы действительно связываете себя раз и навсегда и у вас нет ни единого шанса расстаться вы просто не имеете права на это да тогда отношение к этому браку она немножко меняется да все тысячи человеком навсегда вот просто навсегда правда и в горе в радости и в болезни и в здоровье и у тебя нет никакого права его бросать никогда в своей жизни а вот вы восстанавливали отношения с супругой так понимаю что у нее были огорчение и очень неприятный опыт жизни с вами конечно и вашего поведения и поэтому у него наверно было безусловно недоверие к вам как человеку и к тому что вы собой представляете она была неверующим скорее всего человеком то есть что было для вас сначала как бы рассказать ей о новой жизни которую вы обрели или вот стараться ее вернуть вот семейные отношения для меня все-таки принципиальным моментом был вернуть ее в семейные отношения да потому что все кино сросросы мальчик на маленькие в первую очередь вернуть но я допустил одну страшную ошибку когда мы с ней начали снова дружить отношения устанавливать я просто забрасывал ее какими-то библейскими цитатами библейскими стихами которые я знал десятки энергично я просто ну убивал и расстреливаю вот эти библейскими цитатами и это конечно была ошибка и потому что ну так так отношения не устанавливаются но причиной по которой она ко мне вернулась тоже был бог да она же сопротивлялась очень долго не хотела и мы ругались очень часто ссорились спорили она говорила зачем тебе все это нужно да зачем я тебе нужна у тебя куча девчонок там в церкви хороших классных молодых красивых верующих но я упорно шел вот в этом направлении хотя было правда очень тяжело а в какой-то момент она просто ко мне подошла и сказала знаешь мне бог сказал что мы должны жениться снова она была уже в церкви или внизу она скажем сложность кого она в церкви она посещала надо со мной церковь но не была там в ней как таковая да и причем самое интересное что на об этом сегодня не помнят то есть она не помнит эту фразу что какой-то помутнение рассудка была которая сказала у меня это очень хорошо помню потому что мы тут же заявление через интернет падали о заключении брака сразу же сели и подали это заявление вот но она подошла сказала да бог не сказал что мы должны отношения восстановить ей конечно же ей и сейчас наверно не просто со мной потому что все равно невозможно за даже за вот эти годы до которые мы вместе наверное на сто процентов простить и забыть то что я по отношению к не совершал потому что то что я делал конечно ты была просто ну что-то жесть какая-то ну я думаю что на самом деле можно но это зависит от того что как вы именно сейчас ведете себя по отношению к ней к сыну и к малышу к новой девочки да маленькая у вас трехлетняя дочь до 3 года три месяца а год и три месяца все маленько поэтому я думаю что вы продолжаете создать вашу жизнь и желаю вам больше нежности такой заботы по отношению к жене потому что мы все тоже знаем писание и апостол петр нам всем сказал да чтоб мужья любили свою жизнь как не мощнейший сосуд да да и вот это проявленная любовь в разных формах она конечно создать такую удивительную атмосферу вашей семьи я уверена что ваш супруга с радостью будет это все поддерживать потому что вы судя по всему человек динамичный и я понимаю что часть вот этого непростого она связана с вашим таким достаточно энергичным образом жизни ну да потому что мы в этом смысле полной противоположности с ней она очень домашний человек спасибо вам большое и мы поговорим о призвании в рамках следующей программе как раз который называется жизнь призвание о том что есть призвание как делать выбор и очень признательна вам за откровенность за честность за способность назвать вещи своими именами и за то что вы обрели себя нашли себя и сохранили цельность в направлении своего сердца и и